всем доброго времени вот готов с вами поздороваться как говорится и показать вам результат ну результат конечно у меня получился неоднозначным есть о чем поговорить есть что рассказать ну еще как всегда пару слов перед тем как в общем уже есть люди которые попробовали бритвы нового поколения как я теперь называю но это так и есть там и сталь совершенно другая там и геометрия из другая и за . другая то есть все лучшее взяты отовсюду от самых лучших как говорится взято лучшее и в одном сконцентрирована вот как то так вот я вам ссылочку оставлю кстати ну обзор такой леганки это больше эмоций конечно под видео в описании будет ссылка на канал это игорь город нефти юганск вот еще один человек попробовал уже то есть и там и там это были дамасские отклины на 5 восьмых шириной и комиссари вот то есть ну отзывы очень лесные ну я знал что они такие мы будут конечно уже заранее но и самый приятный то что я слышу это то есть именно от пользователей ну что же давайте приступим все-таки к обзору я тут немножко их так разложил хитро давайте начнем сразу с того что вот эти вот две бритвки вот эти цветастые зеленые и синие это максимально удавшиеся варианты потому что тут существует еще не максимально удавшиеся сразу же смотрите то есть два самых самых так вот этот чуть-чуть проигрывает но чем проигрывает то что у него за . вот этом месте вот показываю куда вот а пяточки не доведена то есть кромочка а вот отсюда уже ой пять мим покажу то есть сантиметр сантиметр от пяточки и чуть не 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 блин вовремя руку зернул вот то есть сантиметр на пятки не рабочий но это временно конечно она потом все это догонится но там она все равно то есть такая закругляющийся и там не особо удобно если даже в бритье имею ввиду так что в принципе вот эти три самые удавшиеся но эти вот особенно дальше вот эта бритвка давайте его так отличать то есть черный цвет красный клин она затачивалась только от обушка но чуток неудачный тем что не вышел такой сверхтонкой заточки я конечно предполагал что это будет еще в начале но думал может обойдется как-то но нет вот но заточилась она вот то есть как обыкновенная бритва стала вот такой шириной за . от обушка и одна вот эта бритва вот с таким вот обушком затачивалась не от обушка а от одного слоя изоленты то есть опять же как принципе стандартная бритва но как стандартная отличается только качеством стали и все давайте начнем принципе обзор давайте так у нас будет обзор потому что самое время вот так вот выглядит ну конечно сюда все протирать само собой видите тут его лапы тут надо еще руки отмывать как следует вот такая вот за . с одним слоем еще раз повторюсь изоленты так японский камушек ко мне сегодня так не приехал хотела его попытать но 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 сейчас я так руки срежу вот так уж сложить вот такой клинышек веселый симпатевой и вот она так в итоге вот выглядит ширина 7 восьмых очень тугие то есть вам не нужно будет их подтягивать на вас никогда не будет болтаться там то есть вот вот так вот носи все туго все прямо так вот плавно и одновременно туго так рассказал то которые с одним слоем изолента давайте так разу и положим боком что как бы отличаться было чем это без изоленты как все остальные уже но у неё на пяточки ориентировочно сантиметр не доведен кромка ну сами понимаете вот как раз вот этого места вот у нас она такое у кого вжит рабочим кого нет и не не буду уже утверждать по этому поводу все так же туго клинышек этот кап стабилизированный как плена вот так вот он выглядит весенние такие краски может сказать что это фигня полная и пусть говорит вот хоть захотелось так видите без шайб массивно как-то все грубо смотрелось когда еще примерял а почему нет давайте потом волос порежем попробуем мне прошел как-то более-менее получилось показать то я просто не ожидал может все получится ну это уже в конце сделаем там что может не получится придется может или обрезать видео на этом месте и либо оставить хоть хоть что-то это синего темный синий цвет стабилизированная корейская береза клинышек заточку я вам здесь попробую показать вот там микроблеск ну толщина волоса вот такая вот от обушка никаких подкладок никаких набушников там никаких этих как говорится контрацептивов не использовалось вот это максимально удачные как вот следующее клинышек я уже показал дать он на сине следующем вот такой вот яркий цвет весенний цвет не на мне нравится пример себя выбирал я выбирал мне не факт что я вообще черного ролл я выбрал бы синий или даже скорее всего вот эту чтобы взял какой-то настроение улыбнуло классики хватает так тут у нас клин зеленые темно-зеленые стабилизирована корейская береза а я сейчас настроем не нарваться и вообще головах все нормально вот так это общий вид по заточки я покажу тоже в толщину волоса никаких набушников изоленты и там прочих прочих ровно все и красиво так меня уже батарейка садится так что может быть с волосами как говорится будем вторым видео приклеивать тут красная темно-красная кабардовая стабилизированная да это береза береза стабилизированная за хвостик аж прям даже тяжеловато то может аж так сказать этот о котором говорил тоже без по всяких там подкладок на бушке заточка вышла в общий вид покажу еще заточка вышла вот такой от ширины другой стороны на всякий случай муж кому интересно будет ну что ж работы недоволен на все прям вот сто процентов но на 95 доволен потому что вот ну как я словил вот с этой бритвы с этой бритвы с этой когда затачивал я еду прям реально кайфовое занятие но вот с этими двумя я уже так особо то есть кайф обломался немножко потому что это пришлось дольше возить так как там пока на кромку не вышел то есть потаскал кайфа немножко уже так по убавился и тут с изолентой но не знаю хотелось как вот у этих конечно но нормально нормально со мной позатачивала хорошо в удовольствие то есть ну все как надо и так давайте попробуем для этого я думаю надо приблизить опа уже лишь кого-то вот как то так да так берем волос волос тонюханки конечно так бы какой-то девичий такой мощный такой бы какой-нибудь он бы вообще там красоту бы с ним творил но девки тут не заходят щипать некого так блин как удобно то давайте пробовать еще хоп-хоп блин видно не видно давайте попробуем строгает строгается строгается блин не уверен что там что-то видно ну ладно я даже еще разок попробуем потому что тут мне говорили что это интересно смотреть то есть вот этот говорится окончательный эффект поэтому я попробую все таки что у меня что-то вышло блин пипец ну где видит снимается нет даже сам не вижу там волос он слишком далеко от меня на вытянутых руках практически вот распустился дальняка вот еще распустился еще 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 распустился обрубился блин как не видно то сейчас я попробую так а потом попробую как прошлый раз вот он дальняка распускается вот он обломился сейчас мне кажется так ничего не получится давайте попробуем как прошлый раз так продолжение следует обрубила распустить не вышло хотя пальма то еще же распустился в дальняка блин еще волосу глядеть блин кому не интересно от момента вы просто выключайте на этом видео а я буду пытаться показать блин я вообще промазал мимо волосы мимо провел вообще лезть о о я вырубилась в общем ну так давайте допустим допустим показал я вот этой бритвы потому что прошлый раз я тоже сомневался очень крепко что у меня что-то получилось показать но более-менее не вот прям айс но более-менее получалось так что давайте пробовать еще следующая бритвка который там сантиметр на пятки недоточен нарезка есть вроде бы откусился сейчас по длиннее надо взять вот примерно от пальца где-то сантиметра полтора на резкости вроде бы как видите распускается хоп надеюсь вы видите блин как это сложно то я на видео смотрю на ютубе оп пальмочка там все так как-то чук-чук-чук прям красота оп обрубился не получилось распустить опять берем полтора сантиметра опять берем касаемся пальма еще еще обрубила блин напряжно я вам скажу да всем медаль бы выдал блин кто показывает вот эти вот резы волоса на видео это прямо я вам скажу так не вот там языком траба есть это вот синяя так там-дам-дам-дам ну все надеюсь видно поехали распустился еще второй раз распустился длина заканчивается блин не вижу попал попадаю вон она ой налези остался волос блин где он тут сейчас секундочку вот оп распустил оп еще раз вдважды то есть волос можно уже спустить и смотрел до 4 до 5 раз в одном и том же месте даже не базально вдвое опа разъехался как хорошо вот можно вдвое можно на пять частей в дальняка раскидать его ну не знаю как все игрульки по сути то главное что бритье было чудно ну к примеру вот я так сделал вот как сейчас вот опять же блин не видно что волос потерял ага еще раз потерял ай какой я прям спец то в этих делах прям угу и так вроде бы видно я просто тоже сомневался было видно хоп на двое хоп блин надкусил пипец я не вижу даже что я двигаю а он отпал откусившийся так хоп раздвоился и откусился блин просто откусила то есть не хочет что-то распускать особо он начинает распускать и нет уже без толку и после как только распустила там пол сантиметра она его решает откусить о надвое так блин волос потерял ладно на будем считать что получилось показать еще крайне у раз уж взялся вау да волос теперь еще в руку взять вы же меня извините за столь затянутый процесс с этими волосами с этим тестом волосяным ну же вам точно уже говорю что я не спец в этих делах тупо отлетел тупо спустил 1 распустил 2 лидвина не видно буду надеяться что видно но опять распустил так это уже на три части было делал чего волос какую-нибудь уфигарить я вот реально я просто не вижу эти волосы в руках не то что чтоб что-то показать попала я наведет а он уже откусился еще блин все откусила ну попытка номер последняя и мне кажется уже надо завязывать потому что я тут не понимаю показываю вам что-то или просто трачу время и свое и ваше мне свое уже не жалко потому что он распустил сегодня жалко потому что я уже отдыхаю то есть я уже напряг пропал я все сделал как надо ух опять на 2 вот и уже как можно сказать так дурачусь с этими волосами тонюшенькие волосы какие крют реально какую-то девку буду выловить да пощипать ах как красиво на его распустил и подрезал и еще хоп нет тут она на лизе осталось он как только пол сантиметра распускает и уже сразу подрезает все надеюсь у меня вышло ну что бритвки то принципе ты готовы в чехлах они конечно будут сидеть не особо уютно потому что это будет прям вообще впритык в этих в кожаных но будут потому что уже таким адрике то втыкал прям притык но хватает сейчас их заберу на склад снимаю фото видео на вертушках и все мы не буду доступна на сайте развешу в общем так скажу любви конечно к бритвам вот любимицы у меня все-таки те которые узкие 5 восьмых я когда их делал мне прямо душа пела каждую секунду здесь тоже все в порядке душа с песнями в бой рвалась но песни как-то так немножко так как-то вяленько то с перебоями плюс у меня еще ручки оправы кто там как понимает ломались и ломались прямо то есть вот тут одна была кстати из зерекота может кто помнит она у меня тоже сломилась почему потому что вроде все нормально и по всякому пытался хорошо но смотрел вроде бы подтяжку добавить и взял подтянул до тугого такого и опять начал такое по всякому на излом проводе она все-таки лопнула все таки вот этот огромный вес вот этого размера этого клинка он то есть это это вот размеры не держит древесина по сути не держит но она держит например я вот могу взять вот такую там в рио как там блин джанейру не помню как называется на сайте сапеле бы выдержала но все же хотят какой-то там классики что-то еще есть такая древесина которую прямо выдержала то уж который как не ломая она не хочет сломаться и все прям вот так вот но в чем плюс тут во первых он древесине обязательны желательно обязательны шайбы опорные то есть буферные так правильно назвать и на древесине больше как-то объем не смотрится оправа что буду делать дальше до были вы такие вопросы всего лишь по моему 1 2 1 2 1 или 2 короче и я ничего не скажу все зависит по сути конечно от спроса это в первую очередь то что больше всего спрашивают то что больше всего разбирают то что значит и больше всего нужно то и буду производить пока первые мысли судя потому что вот такие от бритовки из дамаска уже разлетелись думаю повторится это вот первая мысль от клин и которые вот уехали к игоре уехали в нефтьюганск там еще к его то знакомому то есть как бы я не знаю как правильно сказать поэтому побоюсь ошибочно выразиться и совсем уже следующий шаг я вам точно не скажу потому что я просто сам еще не знаю я пока рад тому что у меня наконец работа сделана наконец-то я дождусь надеюсь уже может уже все-таки завтра сто пудов мне придет от японских камушек хочу им душу порадовать погреть ну там видно будет посмотрим но скорее всего вот да мне вот на них пока что так цель такая ближайший как бы все спасибо за внимание я надеюсь что это видео было для вас полезным было для вас интересным ну и как говорится спишемся в комментариях так что кто что думает кто что как считает ну а я свою очередь вам покажу если там опять будет что-то интересного нового вот увидимся всем пока